Проложить рельсы, установить перроны и запустить поезд. И всё это в виртуальной реальности. Такие задачи легли на хрупкие плечи юной Лилы Магомедовой. Это сейчас она с гордостью демонстрирует нам результат работы. Но на момент участия в конкурсе было тревожно, признаётся Лила. По регламенту соревнований, в которых она участвовала с командой юниоров, им нужно было создать элементы дополненной реальности. В нашем задании нужно было сделать так, чтобы по этим рельсам должен двигаться поезд. Задача нелёгкая и, возможно, всё удалось не в той мере, в которой хотелось скромничать Лила. Однако же медаль за профессионализм – это весомая награда, которую удалось получить на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. Создавать вымышленный мир – хобби, которое увлекает Лилу уже давно. А в кванториуме девушка занимается три года. Впереди экзамены и поступление в УСНУ. Для себя юная программистка уже решила – обязательно свяжет судьбу с виртуальной реальностью. Мне просто нравится то, что я каждый раз, когда пытаюсь что-то сделать новое, смотрю видеоуроки, пытаюсь повторить это, у меня не с первого раза это получается, а со второго или с третьего. И тем самым я запоминаю, что я делала до этого. И мне это нравится, потому что это не так легко. Лила – далеко не единственная воспитанница Махачкалинского кванториума, заслуги которой были высоко оценены на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. В соседней группе также уже не первый год занимается Аиша Султанова. Ей в рамках конкурса предстояло решить проблему социального характера, придумать ориентиры для незрячих людей в пространстве. Люди с проблемами зрения могут получать информацию в двух видах – с помощью звука и тактильно. В общем, надо было один из этих способов использовать. У меня было много идей, в том числе очки с подобными функциями, как сейчас, какой-нибудь браслет, но я все же остановилась на брелке, потому что это показалось мне наиболее удачным и удобным вариантом. Первым делом промышленный дизайнер изображает задумку на графическом поле. Все детали, а в данном случае – это три кнопки. Треугольник, квадрат и круг, каждый из которых выполняет определенную задачу сканирования, звукозаписи и сигнала СОС. Первые два пункта преимущественно пригодятся в учебе. А вот сигнал СОС оповещает опекуна о том, что незрячий попал в сложную ситуацию. Лейла продумала все – как брелок будет выглядеть, какие функции выполнять, из чего он будет сделан. Да, это было сложно. Противники довольно сильные, потому что их регионы довольно развитые, и они знают больше, могут знать больше. В Дагестане направление программирования все более востребовано. Это видно и по количеству детей, проявляющих интерес к занятиям в кванториуме, и по результатам конкурсантов. И это только первые успехи на всероссийском уровне, но далеко не последние, уверен Саид Амиров, который выступал заместителем главного эксперта на национальном чемпионате. Нам есть куда расти и куда стремиться, считает молодой человек. Радует только то, что уже сегодня виртуальная реальность интересна для наших ребят. То есть ребята у нас могут быть двух направленностей. В любом случае все проходят одну программу, когда они осваивают, и в кванториуме, и в IT-кубе. Они осваивают одну программу, связанную с виртуальной реальностью. Но у каждого из них есть возможность выбрать то, что им больше нравится. Либо это программирование, как ни крути, все равно они осваивают программирование. И если кому-то потом покажется это либо менее интересным, либо как-то судьба распорядится, что они пойдут немножко в другую сторону, у них все равно останутся навыки классической разработки, классического программиста, который сейчас супер востребован вообще в мире. Кванториум в таком формате пока единственный в республике. Он был создан в 2017 году Министерством образования Республики Дагестан в рамках НАСПроекта на базе Малой Академии Наук. Занятия для ребят бесплатные. Осваивать языки программирования, робототехнику, заниматься графическим и промышленным дизайном, учиться разрабатывать приложения. Сюда приезжают даже из соседних городов. А для охвата нового направления образования детей в горных районах Дагестана совсем недавно был запущен мобильный Кванториум.